Губернатор обязал глав муниципалитетов обеспечить энергобезопасность территорий. Глава региона напомнил о печальном опыте ряда областей Центральной России, которые этой зимой стали заложниками неблагоприятных погодных условий. Вопросом энергоэффективности и энергосбережения Михаил Юревич посвятил сегодняшнюю поездку в Аргояжский район. Подробности у Владимира Сафонова. Старое снаружи, абсолютно новое внутри. Котельная Кузнецкого сельского поселения – хороший пример того, как можно экономить деньги и энергоресурсы. Во-первых, здесь работает минимум персонала. Управление котлами вообще может производиться на расстоянии при помощи интернета. Во-вторых, для выработки тепла в сутки здесь требуется на тысячу кубометров газа меньше, чем у аналогов. А это уже экономия порядка 100 тысяч рублей в месяц. Данная котельная построена на деньги областного бюджета. Но Михаил Юревич призывает инвесторов вкладывать средства в этот бизнес. Проект энергоэффективной котельной окупится за 4 года. Именно на этот срок банки готовы давать кредит. А благодаря политике областных властей, когда стоимость отопления на период окупаемости остается такой, как на неэффективных теплоисточниках, предприниматели защищены от убытков. То есть мы меняем неэффективный, оставляем высокий уровень тарифа от неэффективного на период окупаемости эффективного источника отопления. Ну и, соответственно, после окупаемости, окупаемость 4 года, стоимость отопления значительно снижается. Это гарантирует инвесторам возврат вложенных средств. Ну и, как следствие, мы экономим энергоресурсы. И в будущем население получает современные отопительные системы с максимально низкой ценой. А эта громоздкая угольная котельная в Кулуево решением губернатора перестанет существовать уже в нынешнем году. Сейчас в сельском поселении скопились долги за тепло и отчасти из-за высокого тарифа. Здесь надо детально разбираться с теми потенциальными покупателями тепла, кто платит, кто не платит. Выверять тариф, но тариф там и так уже высокий из-за того, что котельная угольная. Ну что, я абсолютно уверен, что найдем инвесторов туда и на следующий год вот эта котельная уже не будет существовать, а будет стоять рядом маленькая, компактная, мощная, современная газовая котельная. На территории Челябинской области стоит задача заменить неэффективные котельные на их более экономичные аналоги до конца 2011 года. Для этого есть все условия. К примеру, тарифное соглашение с правительством Челябинской области, согласно которому в случае повышения цены энергоносителя инвестору автоматически будет проиндексирована стоимость тепла.